Их объединила трагедия в Макеевке. Тогда в 30-градусный мороз прямо на улице возле дома житель Самары Виктор Романов вместе с друзьями начал собирать вещи для гуманитарного груза, чтобы отправить его в поддержку бойца. Желающих помогать оказалось так много, что решили оказывать помощь на постоянной основе. Встал вопрос о помещении. Мы обратились к Елене Владимировне Лапушкиной и буквально через короткий период времени нам это помещение предоставили. По адресу кабельная 45-Б волонтеры объединения Самбат плетут маскировочные сети, делают походный душ, сухие борщи и костер в кармане. За плетение сети отвечает куратор направления Татьяна Керженцева. Сейчас у объединения 5 пунктов по плетению сетей в Самаре и 3 по области. Некоторые женщины работают на дому. Требования к сетям высокие. Они должны быть максимально несимметричны, не одинаковы, не похожи. Они должны повторять природу. У нас в природе нет двух листиков одинаковых, двух веточек. Поэтому для плетения сетей используется 17 видов узоров, как мы вплетаем сеточки, 17 видов узоров. И плюс каждая сеть плетется по своему рисунку. Мы по максимуму стараемся, чтобы они были незаметные, чтобы они все-таки несли основную свою задачу укрыть, накрыть, спасти наших ребят. В каждую сеточку мы вплетаем живые помощи, чтобы Господь оберегал наших ребят. На вооружении у волонтеров 9 швейных машинок, оверлок и вышивальная машинка. Все они закуплены при поддержке администрации Самары. Активисты шьют бойцам нижнее белье для госпиталя на липучках, чтобы было удобно надевать. Вышивают шевроны. Начинаем изготовление шевронов с позывными, с эмблемами разными. То есть у ребят разные потребности. То есть есть, скажем так, шевроны свой-чужой. Это шеврон, который будет необычный, его нельзя купить и одновременно его можно быстро снять. То есть когда идет подразделение в разведку, допустим, они должны понимать, что это свой-чужой. Не просто красная повязка, но они должны понимать, что это свой. Но одновременно соперник не должен понимать, что это свой. Чтобы бойцы могли соблюдать гигиену в любой ситуации, самарские волонтеры изготавливают сухой армейский душ. Готовый армейский душ выглядит вот так. Небольшой пакетик, который удобно положить с собой, любому бойцу. Им можно помыться в походных условиях. То есть достаточно столовой ложки воды. Марат сейчас проходит реабилитацию после ранения. Собирается вернуться в зону СВО. А перед этим пришел повидать организатора движения «Самбат Виктора», с которым регулярно видится в зоне СВО, когда тот отвозит груз. Плачь нашей тимы очень чувствуется. Здорово. Что мы нужны, что на нас глаза не закрывают, поддерживают. Это очень наша тима. Даже когда Виктор приезжает, мы видимся, якобы дом бывает. Как бы тепло и зону привозит. За время деятельности волонтерского объединения «Самбат» в зону спецоперации передано 200 тонн гуманитарной помощи. Ее отдают командирам батальонов, а те распределяют по бойцам и присылают фото и видеоотчеты. Недавно состоялся 20-й юбилейный рейс. Виктория Шарая, Игорь Казановский, События.